АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Народ, всем привет! Как вы поняли из названия видео Да, название очень хайповое Мне подарили самый крутой Volkswagen И это не кликбейт, это реально произошло И прежде чем мы перейдем непосредственно к автомобилю, вот он стоит здесь, вы его не видите Хотя, наверное, вонючки, которые блин, не любят смотреть вступление, уже давно перемотали и посмотрели, что это за тачка Однако, для всех остальных нормальных людей и тех, кто просто не знает как мотать ролики, давайте начнем. Для начала надо определиться кто задонатил Сразу говорю, это был человек Многие из вас могут подумать, что возможно, Volkswagen Group Rus наконец понял, что пора бы давно уже как бы поощрять тех, кто пропагандирует вак в массы и задонатил мне, наконец, крутую тачку, но нет, нет К сожалению, это работает почему-то только с фирмами Девалт, Бош, Борта и прочими, когда ты говоришь, что мне не хватает болгарки вдруг резко у меня их появляется три, у меня теперь три болгарки на батарейках, я как бы ни на что не намекаю но я точно знаю, что в Volkswagen Group Rus работают люди, которые нас смотрят. Кому-то должно быть стыдно почему я езжу на джипе Grand Cherokee при том, что люблю Volkswagen Ребят, как бы давно уже вышел Туарег третий, там ну на этом и остановимся, вот и да, важно понимать, что как бы полоседан это уже не тот уровень, не тот статус пора бы давно уже посмотреть что такое Volkswagen Туарег третий да, он как бы по-любому, он же не хуже, чем второй Короче, если кто-то из вас понимает намеки, то вот, если не понимаете спросите у того, кто понимает покажите ему это видео, спросите а че этот Туарчонок упоминает FGR и почему-то вообще снимает видео про то, что ему там кто-то подарил какую-то машину ладно, короче, слишком долгое вступление поехали, прежде чем начнется сам ролик я прям обязан я просто обязан сделать небольшую отсылку к тому, что происходило последние две недели это просто жесть какая-то, у нас сейчас мы работаем нон-стоп, ну в первую очередь идет сборка Camry как вы знаете, у нас есть дедлайн, есть сроки и поэтому все силы уходят на то, чтобы собрать Camry поэтому страдает канал видосы не выходят вовремя, вообще не выходят и выходят какие-то странные вот, например, предыдущее видео, которое мы выпустили бэкстейдж со съемкой Калинара, мы выпустили его, потому что ну просто нечего мы не успеваем что-то другое снять вот, просто не успеваем по Camry сразу говорю, не хочется снимать еще десять видео можно снять еще, блин, не знаю, пять часовых роликов но мы планируем снять только два то есть один момент сборки до конца, то есть плотный плотный ролик, где будет рассказана от и до вся окончательная сборка как вы понимаете, объем там гигантский то есть в этот ролик, не знаю, часов, наверное восемьдесят придется уместить чисто вот, чистой сборки Camry второй ролик будет уже, это будет обзор результата, когда эта машина наконец все-таки поедет и в связи с этим происходят такие интересные события, короче, люди поделились на два лагеря, точнее на три первый лагерь те, кому в принципе пофиг кто просто, ну нет видео и насрать второй, это те, кто начинают вонять, прям все, все скатился, канал пошел по накатанной, канал блин умирает, пора подписываться, бла-бла-бла, есть эта партия людей и казалось бы, это, наверное, самые хреновые комменты, самые хреновые люди, которые напрягают, нет, гораздо больше напрягают те, кто пишет в ответ им что-то и пишут мне в личку да не обращайте на них внимания, да я не обращаю ребят, короче, давайте закроем эту тему раз навсегда, канал никуда не умирает ничего не происходит вообще, все в порядке просто много времени уходит на сборку Camry, поэтому нет времени снимать другие видео на канал те, кто нас смотрит, сами говорят снимай уже что-то другое например, подбор или что-то еще, с другой стороны Серега с автошколы мне пинает, говорит снимай уже подбор и мне нам машины в автошколу нужны, а с третьей стороны стоит Camry, она ничего не говорит но ее мнение самое важное а ее мнение, она хочет ездить все, вот это ее мнение, точнее даже не так, я хочу, чтобы она ездила, все будет все будет то же самое, как и было до этого только круче, быстрее, выше, сильнее вот и все, поэтому поэтому просто надо немножко подождать вот и все, пока я соберу Camry как только она будет собрана, как только она поедет можно будет уже снимать любые видео, которые до этого были у нас у нас блин на отдачу только машин восемь стоит уже, вот вы даже не знаете а параллельно с этим мы ездим там, кто-то отдает машины, кто-то продает машины, еще что-то, они обслуживаются в сервисе, и у нас вот стоит прям ряд машин на отдачу мы точно знаем, кому мы их отдавать будем уже, но просто люди разбросаны по всей России иногда ехать очень далеко для того, чтобы отдать машину и мы не можем себе позволить потратить сейчас это время, потому что Camry потому что Camry, вот и все Toyota Camry преткновение вот есть Camry преткновение, вот она таковой стала предыстория закончилась, вот, а вы же любите исторические справки, это была историческая справка вот, теперь она закончилась давайте перейдем непосредственно к тому, что же за автомобиль мне задонатили, он стоит вот здесь вы его сейчас не видите и прежде чем вы, как бы, вообще узнаете что это за тачка я расскажу про нее несколько фактов во-первых, с этим автомобилем я познакомился давным-давно не с конкретно этим, а с этой моделью очень много, очень долго я мечтал о том, что когда-нибудь я куплю себе такую машину и прежде чем вы увидите сам этот автомобиль я хотел бы закинуть пару фактов это имеет для меня особое значение потому что давным-давно, устроившись работать на дилер Volkswagen, впервые столкнувшись с этой тачкой я просто пропал это, наверное один из самых сумасшедших моих планов когда мне было 20, там, 22 21, 22 года то есть, у меня был план накопить денег, купить себе такую тачку даже зная, сколько может сколько я прохапнул с этим проблем, все равно я очень хотел эту машину купить итак самый крутой Volkswagen важно, вот прямо сейчас, через 5 секунд вы узнаете, что это за машина но, важно понимать, что в названии ролика написано самый крутой не самый надежный не самый ликвидный не самый быстрый не самый медленный, не самый культовый а просто самый крутой Volkswagen это он Volkswagen фаэтон что бы вы понимали микро-микро отступление, микро история с Volkswagen фаэтоном я познакомился лично в общении, примерно году в 2009-10 и далее работая на дилере общался с ними довольно часто и сейчас скажу, с первого раза, когда я эту тачку увидел я просто влюбился и пропал потому что все, что я люблю в бренде Volkswagen абсолютно все есть в этом автомобиле это апофеоз вообще это самый, самый крутой Volkswagen всех времен но крутой не значит надежный, крутой не значит ликвидный и более того я скажу многие вообще даже эту машину не знают, что она существует в России этот автомобиль очень-очень мало продавался да и в Европе тоже не очень, в принципе, заходит те, кто знает, что это за тачка те их покупают и ездят а те, кто не знают, для них это это что, какой-то странный Passat американец может быть или что что это вообще за машина это 2003 год конкретно этого автомобиля и это нереально крутая тачка это лучшее, что сделал Volkswagen за всю свою историю лучшее в плане понтов я ни разу не сказал и не собираюсь говорить о том, что это надежная машина нет, ни в коем случае, нет но по понтам лучше этого Volkswagen нет ничего с этим автомобилем есть одна очень интересная история вот история именно из моей жизни как я влюбился в эту тачку когда я работал как раз на дилере у нас стоял на заднем дворе такой фаэтон, если я не ошибаюсь восьмого или девятого года выпуска этот автомобиль был куплен на юрлицо на нем ездил какой-то водитель и в какой-то момент попал в серьезное ДТП там мне рассказывали ребят кузовщики, что у него даже центральный тоннель повело, чтоб вы понимали то есть чтоб повело центральный тоннель надо машину просто жестко ушатать и получилось, что машину отдали на дилер на ремонт, на восстановление так как этих машин в России мало, запчастей на них мало особенно, что касается салона, кузовщины таких специфических вещей, которые принадлежат только этому автомобилю ремонт длился очень долго там около полугода восстанавливали этот фольксваген и самое печальное, что за это время компания, которая им владела обанкротилась и закрылась и получилось, что эту машину нельзя не продать дилер не имеет права продать, это же чужое имущество и в то же время забрать ее никто не может некому забрать, фирмы уже нет директора там нет, ничего нет вообще и получилось, что этот фаэтон просто годами стоял на заднем дворе годами и у меня сохранились даже фотки будут ставлены фотографии этого автомобиля у меня с этим фаэтоном была такая дружба, прям очень сильная дружба когда мне, например, было ну, бывало такое, что нет работы или просто, например, я хочу передохнуть немножко между ремонтом автомобилей я всегда выходил к этому фаэтону, он всегда был открыт да, то есть даже его не закрывал-то никто выходил, садился в него, ох, блин и кайфовал этой машине было буквально там пару-тройку лет, то есть это был очень свежий фаэтон и вот в то время моя любовь к этому автомобилю просто укрепилась я каждый день почти ходил к этому фаэтону и просто вот сидел в нем, трогал, щупал блин, он настолько великолепный, классный и вот тогда я себе дал обещание, что однажды когда у меня будет возможность, я куплю себе фаэтон, потому что это самый крутой фольксваген, однако крутой я десятый раз повторю не значит надежный, поэтому большинство владельцев этих автомобилей сталкивается с одной и той же проблемой когда стоимость обслуживания автомобиля вне зависимости от его возраста космическая, чтобы вы понимали на заднем сиденье этого фаэтона лежит стопка заказ нарядов вот эти заказ наряды на сотни тысяч рублей на сотни тысяч рублей вот это вот все и это даже не за весь срок службы автомобиля, это за последние несколько лет и казалось бы, если ты в машину вкладываешь столько денег то она должна быть в идеале не факт сейчас вы примерно понимаете, что творилось у меня в голове в тот момент, когда мне позвонил Кирюха, скинул фотки фаэтона и сказал, тебе хотят отдать бесплатно, абсолютно бесплатно фаэтон я такой, блин, вот тот парнишка, молодой татарчонок двадцатилетний, который работал на дилере и кайфовал с фаэтоном во мне внутри, начал ликовать, такой, ну наконец-то блин, наконец-то а с другой стороны, ну такой более взрослый уже повидавший татарин такой говорит, слушай налоги шестьдесят косарей обслуживание сотни тысяч в год семнадцать лет машине ты уверен, что ты хочешь это? и вот эта вот борьба двух людей внутри меня как у горлума из Властелина колец продолжалась несколько дней и по итогу старый татарчонок сдался молодой победил я решил позвонить и сказать, что заберу эту машину меня зовут Ильдар, мне Кирилл дал ваш номер по поводу фаэтона сказал, что вы там Ильдар, здравствуйте здравствуйте да, очень приятно с вами познакомиться да, вы можете приехать его и забрать важно было в момент разговора с владельцем понять какие цели он преследует при отдаче этого автомобиля он хочет его отдать на благотворительность и я задал ему этот вопрос он говорит, нет, нет, ни в коем случае человек адекватный понимает, что на благотворительность такую машину отдать это вообще конец то есть если мы допустим отдали бы какой-то нуждающейся семье этот фаэтон то эта семья вот если она держалась кое-как на плаву уж уйдет в катастрофический минус потому что обслуживание этого автомобиля в месяц и в год не знаю, за эти деньги можно квартиры три квартиры снимать за те деньги, которые будет жрать эта машина но к этому мы перейдем попозже кстати, вов момент важный момент я давным-давно хотел снять обзор на фаэтон однако не попадаются хорошие варианты я не хочу снимать обзор на конкретно этот фаэтон вы попозже поймете почему потому что его состояние далеко от того которое хотелось бы показать в обзоре фаэтон это машина которая достойна лучшего обзора а в лучшем обзоре ты никак не можешь использовать потрепанную машину чтобы показать все его стороны тачка должна быть в великолепном состоянии в общем, если у вас есть фаэтон желательно рестайлинговый если дорез, то можно трехлитровый дизель да и пофиг, вообще любой просто живой фаэтон пишите, я буду рад снять обзор на эту тачку поэтому в этом видео будет минимум информации а у этой машины, эта машина стоит особняком даже для Volkswagen и вообще для всего автомобилестроения ребят будет обзор, вы просто кайфанете также у владельца я спросил окей, хорошо, если вы не хотите донатить этот автомобиль тогда для чего вы мне его отдаете он сказал, что эта машина ему дорога он владеет ей там больше десяти лет на этом фаэтоне ездила его супруга возила детей и сейчас они купили более свежий рестайлинговый, а этот им просто не нужен и он не хочет его продавать чтобы его какие-то там пацанчики где-то там уездили ведь цена этой машины копейки в современном мире эта машина не стоит вообще ничего мне кажется, что владельцы даже готовы доплачивать чтобы у них забрали такие тачки и получается, что она ему как бы не нужна и он хочет продлить ей жизнь отдав ее мне потому что понимает, что я обожаю Volkswagen и после того, как мы с ним поговорили и я ему сказал, что фаэтон это еще и для меня особняковая машина он уверился в мысли, что я дам вторую жизнь этому автомобилю вот, и поэтому он говорит, забирай, приезжай я еще немножко, конечно, посомневался но нужно, ну и нужно, не нужно, не нужно и решил ехать забирать решил ехать забирать есть кого-то тут собственный Кремль смотри, бойницы он, похоже, воевать собрался с кем-то алло алло, мы подъехали к шлагбауму красному который сдвигается вбок да, отлично, вы на месте открываю вообще на забирание этого автомобиля было потрачено очень много времени почти весь день ушел на то, что мы общались с владельцем, ну как бы он рассказывал про свою жизнь рассказывал, почему и как пришел, почему он ездит на этом автомобиле и так далее, и так далее, и так далее в общем, долго ли, коротко ли это вам точно будет не интересно это все будет вырезано из видео по-любому долго ли, коротко ли наконец мы забираем эту машину и выезжаем в сервис ну что ты, брат Фаэтон? ну, ты готов? это первая машина у меня в жизни, у которой сил больше чем 250 где там BMW с вашими ломающимися сидушками? где, блин? теперь самая главная тема, которая меня волнует, сколько он будет жрать потому что 4,2 V8, блин если не брать в расчет Кобру, то это первая машина с V8 моя ну ладно Кобра же все-таки не считается полноценным автомобилем, поэтому это первая машина с V8 это настоящий V8 и Субтитры делал DimaTorzok В этой машине все вокруг Жуки, ничтожество Вы кто вообще? Кто? Что в фокус там? Сюда иди Веста Да, никто не говорит, что Веста дороже, чем этот Фаэтон В принципе, на рынке, на современном, да Но статус, статус Где Веста, а где Фаэтон У тебя что-то свистит Я знаю, я слышу Нам главное до сервиса живыми доехать А дальше разберемся Двойной стеклопакет Блин, надо научиться делать Такое Выражение лица человека Добившегося всего, которого Не волнует мирская Вообще не волнует мирская суета Какие-то заботы, да что вы, ребят Я всего добился, я Чемпион мира Вообще, или как там Начальник мира Кто ездит на Фаэтонах Командир вселенной Че там, JL какой-то на трех семерках Еще один JL на 0.08 номере Да вы заколебали, блин Вот когда ты едешь По Москве То ты совсем не ощущаешь себя на Фаэтоне крутым Потому что вокруг есть машина, которая стоит в 10 раз дороже Музон, давай радио N.A.G. HIT MUSIC ONLY Культура На Первое На этой машине Под первым пунктом Запомнена Радиокультура 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 Расход 37 литров на 100 км Серьезно? Ой, шторка есть Там что-то лежит Беззиев Зиел Энтф Беззиел Че такое энтф Беззиел вообще? Как на немецкий язык Можно вообще, как на немецком можно разговаривать Temporary Not Available Почему на английском написано Телефон Temporary Not Available По-моему, это не на немецком На немецком бы это было Tempor Schachter Вот так вот было написано На немецком Классно, когда у тебя такая машина Обслуживает ее кто-то другой Вот Но боюсь, что Сейчас Не знаю, в этой серии, не в этой Но вы обязательно узнаете Сколько стоит обслуживание Фаэтона Кстати, ручник у нас работает Ага, не работает Понятно А вот теперь я думаю Если у меня есть Фаэтон Ага Это у меня типа Да пошел ты блин Еще орешь мне тут ручник Он не работает, брат Ну то есть получилось Я нажал на педальку Она не защелкивается А щелкивается обратно Педалька ручника Но она поражалась настолько Немножко, что Концевик перестал ее видеть И он думает, что Ручник выжат И начинает орать Может он орет, потому что У меня ручник не работает Нет Ну-ка, ну-ка Что это было Там еще проблемы с циклоподъемником Что ли Блин Веселуха Что я скажу Не, ну конечно Как он по кочкам проезжает Это вообще класс Если бы Если убрать Непонятный дребезг Куча пластика То В принципе очень мягонько Пневма С регулируемой жесткостью Да вы что шутите Эта машина Это автомобиль богов 2003 года Просто Если кто-то в 2003 году Мог позволить себе такой автомобиль Ну и в 2002 тоже То Эти люди должны были Должны были ощущать себя Просто с другой планеты Что тогда вообще Производилось Вспомните 210-й Мерседес Блин Я не говорю, что это плохая машина Но где 210-й Мерседес А где Фаэтон Что из простых автомобилей Кто-то ездил на Киа Рио А кто-то на Фаэтоне Вот я к чему это говорю Автобаз начал только-только выпускать инжекторные автомобили Блин Девятку только сняли с производства в Тольятти Перенесли в Сызрань Ну это вот Это то время О чем тут говорить А кто-то ехал просто как господь бог Блин Порода Ее никуда не деть То есть можно убить машину Можно прям изнасиловать Ушатать ее Превратить в дрова Но породу Идею Природу вообще автомобиля Никуда не деть Это породистый скакун По-другому не сказать Что бы с ним не происходило Он всегда останется таким Он таким рожден был Как стыки например Как он их проходит Вот Пык-пык Стык У меня на лазере Подвеска отваливается На этой койке Дар-дар Как этот Я бы Никогда не купил себе такую машину Не потому что она плохая Или что-то Просто потому что Целесообразности не вижу В покупке такого автомобиля Такого Ну то есть в плане Если хочется платить налоги Тогда имеет смысл брать что-то подороже А если хочется что-то подешевле Тогда не имеет смысл платить налоги Вот Если кто-то смотрел видео на лайв-канале То вы помните Видео о продаже лансера Вот недавнее Выходило Я там В этом видео говорил Что Недавно произошли кое-какие события В ходе которых Я решил продать лансер Ребят Вот эти события произошли Я сел за руль фаэтона Как только я приехал в сервис И вышел из машины Я уже из нее вылезал с четкой Мыслью о том что Я продаю лансер Я продаю лансер Вот за эту дорогу Которая заняла 40 минут За эти 15-20 км Я Понял что лансер мне уже точно не нужен Вот владельцы вага Владельцы А на ауди Если кто-то едет рядом на фольксваге Ты смотришь на них И видишь сожаление у них на лицах Вот Это единственное А остальные Все даже просто не видят Для них это непонятный посад какой-то Что за посад такой Странный Американец наверно Ну реально Едешь на ха Вообще никто на тебя внимания не обращает Вообще не обращает Вот я сейчас ехал Меня солярисы подрезают Вообще смело прям Пока камера включена Я счастлив Сейчас она выключится Я буду плакать Тебя пропылесосить надо брат Песечек Кирюха тебе дарили хоть раз в жизни фаэтон? Нет Значит ты не берешь от жизни все Иди пес Я загоняю его к ребятам в сервис Говорю ребят давайте его отдефектуем полностью Обслужим Мне нужно два ценника Первый ценник минимальных вложений Чтобы он ездил Второй ценник полные вложения Чтобы эта машина Была просто ну отличная Чтобы от нее кайфовать Во всех отношениях В голове у меня была такая мысль Я сейчас продам лансер За те же 230 тысяч рублей Вложу в этот фаэтон 230 тысяч рублей И как бы буду ездить Буду ездить кайфовать Да налоги Но он же достался бесплатно И грубо говоря Даже если я возьму налоги Ну по 50 тысяч там в год примерно 4 года При стоимости например рыночной такого фаэтона Не более 200 тысяч рублей Я уже могу за счет стоимости их отбить Поэтому я такой Ладно хрен с ним Возьму налоговую машину Поставлю на учет на себя Налоговую машину Поплачу налоги Но зато я буду ездить на фаэтоне Я так думал На следующий день Приехал я сюда в сервис Я не помню По какому-то другому вообще вопросу Захожу И говорю Андрюха ну че расскажи мне Пожалуйста Че там по фаэтону Уложимся ли мы в 230 тысяч Для того чтобы эта машина просто ездила На что Андрюха просто Начал смеяться Серьезно Я прям не ожидал Он такой Типа Ты че ничего не слышал? Я говорю Чего? Мы его дефектовали Я говорю Ну и сколько вложений? Он такой Примерно 700 700? Да 700 700 Вы серьезно? Фаэтон 700 1000 вложить? Да Оказалось что состояние этой машины Далеко от идеала И вложений тут просто космос Сколько? Я говорю А минимальные вложения Для того чтобы я просто мог ездить Он говорит Ну примерно 450 То есть 450 Это техничка Даже Ну это минимальная техничка Потом еще примерно 150 Это То что Ну как бы в идеале Доделать бы тоже до нормального состояния И еще стольник Это кузовщина 700 косарей, ребят И я просто был в трауре Я серьезно Я такой Порешел к этому фаэтону в этот день Сел в него Ну естественно Традиционно спросил Ну что ты, брат? Ну как ты мог до такого состояния дойти? Если кто-то сейчас подумает Что владелец Решил просто избавиться от Хлама Убитого фаэтона Нет, ребят Такая снаряда есть Я смотрел на то Как он его обслуживал Он реально не жалел в него денег Машина такая Итак Куда же в этой машине Может улететь 700 косарей? Ну это жесть, конечно Это глупо вообще про это говорить Ну да ладно Требуется Практически Полная замена подвески А это уже Около 200 тысяч рублей Без учета Пневмы Пневмостойка Каждая Порядка 70-80 тысяч рублей Их здесь 4 Целиком В сборе Но их, кстати К счастью Менять особо не надо Как ни странно Пневма у него Рабочая То есть Да, за месяц она падает Одно колесо Вот это переднее правое Реально опускается Зато все остальные Три держат И как только ты его заводишь Быстро накачивается И держит То есть Если ездить на этой машине Раз хотя бы в 3 дня То пневма даже не успевает спускать Это считается Для фаэтона Отличная рабочая пневма Чтобы вы понимали Далее Сейчас Вы прямо на секунду Перекинетесь Примерно во вчера В момент Когда мы приехали его заводить Хорош Вы слышали запуск этого двигателя? Ребята сделали эндоскопию Во-первых У него задир в одном горшке Причем задир Очень серьезный Там как будто Блин Когтями царапали Все катастрофа Нужна гильзовка Ладно На гильзовку я был готов Я изначально был готов Что будут подобные проблемы И я смогу гильзануть этот мотор Однако Нужна почти полная капиталка мотора Расходомеры Один дохлый Вообще Один просто мертвый в ноль Второй туда сюда Короче Куча куча геморроя Это еще порядка там Двухсот тысяч рублей То есть вы понимаете Перебрали подвеску Перебрали мотор Четыреста кусков Улетела Улетела К нему диагностика Я понял, что пропусков В этой машине вообще нет Все нормально Смесьобразование В норме Насколько может быть в норме С одним нерабочим расходомером По одной башке У него постоянно Он в аварийном режиме Второй работает более-менее Ладно Так в чем же проблема-то Откуда эта вибрация Эта вибрация Судя по всему От бублика То есть скорее всего Во время ремонта Во время капиталки Коробки ему перебрали Гидротрансформатор И возможно Не отбалансировали Возможно просто криво сварили Или что-то еще Но эта вибрация Я не знаю Сейчас я попробую Завести эту машину Чтобы вы посмотрели На эту вибрацию И поняли, что Ее нельзя не заметить Нельзя просто ездить На этом фаэтоне И делать вид, что все в порядке Давай брат, заводись Если фаэтон Не пищит Не орет Не моргает чеками И кучей лампочек Значит Вы его просто еще не завели Это Это народная мудрость Так, значит У нас Ошибки Странно Это Это ESP у нас Датчик положения руля Ошибка по ключу По системе доступа в автомобиль ТПМС Тайп прешим монитор То есть давление в колесах Это ладно меньше проблем Пневма Три ошибки И это потому что я еще не еду Вот дверь если подснять На двери это видно очень сильно Прямо так Прыгает машина Прямо В общем С этой вибрацией Надо отдельно бы разобраться Откуда она взялась Давайте дальше пробежимся По проблемам этой машины Например Очень сильно Сильно ржавый Почти Местами насквозь порог То есть Это порог И ему конец Прямо ощущается, что у него Низ похоже уже прогнил До такой степени Что даже не касается друг друга Это не полость Вот Вот даже здесь Вот Вот звук И вот Я не знаю там надо посмотреть Но он Этот порог сто пудов Если сейчас начнешь разбирать Защищать он дырявый Например Дырявое крыло Вот это вот Кстати крылья у него передней пластиковые Как на первом Туареге И вот Вот важный момент Все вы знаете Вот этот вот Не знаю Уже почему-то в народ ушла эта фраза Про первый и второй Туарег Про то что первый Туарег ломается Второй Туарег не ломается Знаете в чем главная суть В том что Фаэтон Это и есть Первый Туарег По техничке Это Первый Туарег Просто в кузове седан Если вы помните Что первый Туарег ломается И первый Туарег ненадежный То Вы можете умножить это В десять раз И Тогда получите Фаэтон По сравнению с Фаэтоном Туарег это просто Предел надежный Это Тойота просто Я говорю про первый И про второй Вообще второго не существует Если вы едете на Фаэтоне Потому что Не бывает настолько Надежных машин Вот серьезно Кстати Я хотел глянуть Он же у нас Неполноприводный Этот Неполноприводный ни хрена Он полноприводный Серьезно Он еще и полноприводный Да Прикинь Он полноприводный Этот Фаэтон Еще и на полном приводе Ёлки-моталки О Какой-то чек вылетел Это на чё О И всего лишь на 59 тысяч рублей Антифриз Прокладка Кольцо Фильтра КПП Ремонт Масло КПП Рычаг Диагностика ходовой Рычаг подруливающий Нижний снять установить Масло КПП Замена фильтром И компьютерная диагностика 59 465 Там еще идет Вот если взять самую ломучую BMW За всю историю Это, наверное, будет 65 семерка Вот самую убогую Прям самую навороченную С какой-нибудь, блин Вот прям Вот чтобы вообще Прям хлам была, да Ну то есть Самую неудачную Самую ломучую Даже она будет надежнее, чем Фаэтон Я не знаю Я не знаю ни одной машины На этой планете Которая могла бы Минимально хотя бы Приблизиться по Ненадежности к Фаэтону При том, что я очень люблю эту машину Вот, ребят Вы просто посмотрите на это Вы просто посмотрите на этот салон Это 2003 год Если Если Бога нет То кто создал этот салон Я не знаю, как по-другому сказать Вы просто вот посмотрите Сейчас вот будут У вас пролеты Вы посмотрите Это и есть апофеоз Это лучшее Прям вот Лучшее, что можно было сделать Со строгим салоном КОНЕЦ ТОЕС 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 СМОРИТЕ Важно понимать Если вы, например дизайнер салона И хотите сделать Крутой салон У вас два варианта SCP В разные стороны Лампочки, подсветки Как то там Форма Вот такие все Либо вы можете делать Как вы делаете Volkswagen Почти весь Volkswagen Независимо от того Э нена Или Фаэтоне Или Туарег делается в максимально строгих то есть у них прям стиль строгий все должно быть четко формы максимально логичные, понятные, нет таких мафонов, которые, знаете, такой мафон вот такой формой в торпеду переходит, вот такого нет, наоборот, все квадратное, четкое, все по местам максимально эргономично и так далее и вот когда вы дизайнер в рамках например, вы дизайнер концерна Volkswagen, вас загоняют в рамки, говорят фаэтон нуждается в салоне и вам надо сделать максимально строгий салон, не вычурный, но при этом нельзя делать его скучным одни только заслонки, вот эти владельцы ягуаров скажут, что у нас на ягуаре так же, не так же, ребят, у вас на ягуаре у вас на ягуаре сам дефлектор проворачивается, открывается и закрывается и они там со временем на XF, блин, убиваются, ломаются здесь они тоже ломаются, не так они просто и сломались вот он, видишь, этот моторчик вот он стоит, вот эта дюралька ломается, вот, видишь, на ней эта фигня стоит вот она гоняет туда-сюда и чтобы вот здесь ее снять ты начинаешь вот отсюда, вот эти вынимаешь вон ту вынимаешь вот это все выкручиваешь, разбираешь фаэтон, самая сложная в арматурке машина по Volkswagen самая сложная потому что в нем всего очень много посмотрите на эти часы вы че, ребят, часы посмотрите на вот это вот прям вот дерево, деревяннейшее, красивейшее дерево посмотрите на этот дизайн насколько это круто и нажатием вот одной кнопочки, допустим вы посмотрите ну это же это лучшее вообще никакой дизайн салона Туарега первого, второго дизайн салона, блин, половины 99% автомобилей, которые сейчас производятся близко не стоит посмотрите вот на эту долбанную красивую деревяшечку вы просто посмотрите, какая она великолепная вот, вот ты прям сидишь и ты прям не просто ощущаешь, что он крутой блин, это лучшее, что люди изобрели в 2003 году точнее, в 2001 кто-то скажет, это обычный Туареговский руль и будет прав дизайн у них общий вот руль вообще одинаковый дизайн щитка приборов почти одинаковый между собой это общий корпоративный стиль но то, как это сделано на фаэтоне вот даже кнопка старт-стоп есть правда не работает она на этой машине, но она есть вот эти вот подстаканники вот просто, блин, жаль, что они мертвые они, вы просто посмотрите вот, будет картинка из интернета, как они должны быть давай, поднимайся, брат четырехзонный климат-контроль четырехзонный в современном мире никого им не удивить но тогда это было круто вентиляция даже задних сидений как можно не любить такую тачку ты просто э, блин, куда поехал? подголовник офигеть, вонючка массаж задних сидений есть я что-то даже не посмотрел ни хрена себе но массаж не работает сзади на этом сиденье не работает а не, работает, работает даже массаж работает у каждого пепельница индивидуальная со своим прикуривателем отдельным, блин елки-маталки если рай существует, то это фольксваген фаэтон после смерти все, кто не грешил в жизни попадают в фольксваген фаэтон как в лимб важно, нельзя слишком сильно распыляться по поводу этого автомобиля потому что скоро будет обзор и если я сейчас слишком много расскажу, то потом на обзор ничего не останься так, ты давай-ка не глохни там замок, вот багажник где, где рычаг открывания багажника, где он здесь? хитер вообще, фольксваген очень хитер кнопка открывания багажника находится прямо здесь, кто-то скажет как на Passat B6, да, значок? нет, значок здесь жесткий однако кнопка в значке, смотрите вот нажимаем на низ буквы В, вот сюда, смотрите вот она кнопка багажника и у вас вопрос, почему же ни хрена ничего не происходит? потому что это фаэтон и у него сдох электропривод багажника то есть у него багажник с электроприводом но умерла система привода и вот они, видите вот система привода отключенная она с обеих сторон сдернута просто и не подключена, потому что умерла и не работает поширенная собаки с собаками сиденье, вот это вот, это вообще жесть я не знаю, как так получилось насколько водительское сиденье неплохо сохранилось кстати, да, ну то есть оно не само по себе убито пассажирское, а водительское так-то довольно неплохо я должен рассказать про эту систему в обзоре обязательно расскажу но здесь прям я обязан рассказать вы просто посмотрите на систему ремня обычно, традиционно вы привыкли к тому, что вот ремень безопасности у вас есть вот вы берете ремень безопасности и соответственно защелкиваете его сюда вот эта защелка, она висит где-то вот здесь вот она, пипочка, вот здесь где-то висит и вы соответственно за счет ее перемещения изменяете длину нижней части которая обнимает вас по поясу и верхняя, а верхняя за счет вот этого вот этой натяжки, она, соответственно, у вас фиксируется. Смотрите, для того, чтобы тот человек, который будет ездить за рулем, вообще не испытывал неудобств, они сделали две катушки ремня. Вторая катушка стоит вот здесь, и когда вы берете защелку вот этого ремня, смотрите, она тянется снизу и сверху, то есть вы можете в любом диапазоне двигать ее вверх или вниз, и когда вы натягиваете ее и защелкиваете сюда, вы получаете вот раз свободу, и вот два свободу, и у вас не давит ни здесь ничего, нигде, нет никакого дискомфорта, а в случае ДТП, что нижняя вот она защелкивается, вот она, что верхняя также защелкивается, даже регулировка стойки, даже регулировка высоты ремня, как вы знаете, здесь вот обычно на машинах есть защелка, вы ее так вверх-вниз двигаете, насколько вам удобно, чтобы ремень шел по плечу, даже она здесь электрическая, вот этими кнопочками вверх и вниз. опять ЕПЦ, чек, подушки АБС, ЕСП все на этой машине светится и горит вот и пробег 182 тысячи, на улице видите, чуть-чуть жарковато для октября месяца ну да ладно, не обращайте внимания, ну как бы просто такое бывает в принципе по салону здесь работает практически все я не знаю, практически просто потому, что я все не проверил, привод люка работает люк работает точно, я ездил с ним в открытом, правда, переключатель люка вон поломанный немного но тем не менее работает все у всех, у всех автомобилей есть детский замок вы знаете, вот здесь вот вы открываете дверь вот здесь бывает такая пластмасска и вы эту, например, ее снимаете или просто бывает на правешке и ключом так чик передвигаете и дверь перестает открываться изнутри чтобы когда у вас дети сзади сидят они на ходу не вывалились из машины так здесь даже этот замок с электроприводом, смотрите я нажимаю кнопку и щелкает в двери, вот вот прям слышно когда она у нас включена дверь изнутри не открывается вот, не открывается чик и открывается фигу замок сломался ну ты че? серьезно? вы этого не видели? забудьте все работает ну серьезно, замок сломался, прикинь он обратно не отщелкивается хрен у него итак после того, как вы все это послушали это полуобзор, не полуобзор вообще непонятно, че за чушь тут творится для чего я все это сейчас рассказываю есть одна проблема, ребят проблема заключается в том что дальнейшая судьба этого автомобиля к сожалению, определена вот есть прям такая жирная красная линия в жизни автомобиля а эта линия означает переход в состояние которое я называю нерентабельности то есть этот фаэтон перешагнул линию после которой пытаться восстановить его не имеет смысла это, кстати, причина почему вот некоторые люди мне предлагают задонатить машину вот благотворительность давай мы тебе отдадим какую-то машину девятку гнилую в тюмени или там за шевроле ланос насквозь дырявый где-нибудь там в архангельске ребят нерентабельно нерентабельно то есть восстановление автомобиля дороже чем покупка такого же живого этот фаэтон перешагнул эту линию несколько лет назад я искал кучу разных вариантов я думал как попытаться дать за вторую жизнь этому автомобилю и все время прихожу к одному выводу никак это невозможно вложения в этот автомобиль слишком большие проще купить такой же живой целый рестайлинговый например за те же 700-800 тысяч рублей они продаются и не вкладываются да туда тоже надо будет вкладывать деньги но меньшее чем сюда и так мы подходим к самому главному примерно через две недели с момента выхода этого видео то есть с сегодняшнего дня этот фаэтон будет сдан на разборку вы скажете да ты охренел ты че блин рожа блин тебе задонатили бесплатно тачку все согласовано с владельцем примерно около 700 тысяч по этой машине вложений насчитали для того чтобы эта машина хотя бы нормально ездила у меня столько денег нет сколько надо в эту машину вложить вот прям сори вообще жесть просто я ну подойди ее там куда-нибудь на разборку ничего страшного ну что теперь сделать а ну то есть вы как бы не будете против если я ее сейчас нет конечно ага ну что если она умерла ну умерла и умерла ну что теперь поэтому этот фаэтон через две недели уйдет на разборку однако почему же через две недели почему не сегодня и не завтра потому что две недели мы даем на то что вдруг в этом мире существует человек у которого есть фаэтон например в хорошем состоянии но имеются определенного рода проблемы со временем эти машины ломаются по мелочам каким-то где-то пластмасска отломилась где-то что-то еще и такие вещи даже на разборках найти не так просто или например у вас есть фаэтон на тридцать втором моторе то есть в R6 моторе 3.2 пустой как барабан без вентиляции сидений без ничего прям вот пустой минимальный фаэтон вы можете купить себе этот как донора это практически максимальная комплектация для короткой версии здесь нет доводчиков дверей вот это я увидел да доводчиков дверей здесь нету в принципе да мы с владельцем договорились так мы сдаем его на разборку или что-то с ним делаем там продаем не важно что мы с ним делаем важно что деньги которые выручены будут с этого автомобиля пойдут на благотворительность то есть полностью давайте так сделаем так мы его сдадим на разборку а деньги эти пустим в благотворительность да давайте так супер вообще вот это будет прям лучший вариант я сейчас еще не проценил, а сейчас проценю, посмотрю, какие варианты почем продаются и вот будет вот здесь цифра той суммы, сколько стоит эта машина без торга, без если вы готовы, если вам нужен этот фейтон, продается он только в сборе не надо мне писать, говорить, что у меня пустой как бы Рабан Туарек а тут руль такой деревянный, красивый, продайте мне руль нет, по отдельности даже, блин, даже крышечка омывателя отдельно продаваться не будет с этого автомобиля и второе важно с полным переоформлением на нового владельца мы не просто составим ДКП, а мы поедем с вами в ГАИ и поставим ее на учет на вас только в такой ситуации, либо третий вариант, который тоже возможен, это мы вырезаем той самой болгаркой на батарейках, Девалтовской вот она и пригодится, для этого она и была нужна вырезаем просто ВИН-код из этого фейтона и утилизируем эту машину и вы забираете его, как набор запчастей, если не хотите платить за него налоги ну либо после постановки на учет вы сами можете это сделать вот, не надо писать мне в личку не надо просить меня о чем-то, уговаривать, ничего не надо правила едины для всех хотите купить, вот цена, вот телефон естественно на телефоне буду не я стоять он будет в сервисе вы можете приехать в любой момент в сервис, посмотреть на него, оценить фронт сразу говорю, восстанавливать не имеет смысла если кто-то думает, что он его возьмет и восстановит, не имеет смысла это раз, второе никаким психопатам синдикатам кому-то там еще эта машина не достанется, ребят ни в коем случае нахрен, блин мне и так больно говорить о том, что этот фаэтон уже не тот но то, как они издеваются над машинами, я не позволю делать с этой так что вообще без вариантов абсолютно тоже не надо Вадим, не надо мне писать в личку если мы не сможем найти владельца нового этому автомобилю мы обзвоним 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 разборки поедем, сдадим его на какую-то разборку и тогда точно выпилим ВИН-код и точно утилизируем его нафиг этот автомобиль примерно два два с половиной часа материала вот сейчас отснято примерно два часа, наверное, материала отснято ролик будет идти, наверное, минут сорок а все остальное, все что в этот ролик не попадет, будет в обзоре на фаэтон что делать с этой машиной что будет в будущем, вы узнаете может быть посмотрим если получится ролик на основной канал сделаем на основной канал если не получится на основной сделаем на лайв-канал дальнейшую судьбу этого автомобиля но, как вы знаете, перспективы я уже обрисовал что будет с этой машиной происходить вот а на этом, на сегодня все как-то так всем пока но даже вот лишние пять минут покататься на этом фаэтоне это отдельное удовольствие и еще здесь двойной стеклопакет чтоб вы понимали двойной двойной, блин, как на рейдж-ровере кстати, а задние стекла тоже двойные? да и задние даже двойные на рейдж-ровере только передние на черке только передние двойные а здесь даже задний двойной стеклопакет как жаль вот если бы эту машину сделала Тойота то это был бы лучший автомобиль на планете сделали бы его хотя бы как рейндж ровер таким же, но нет кстати, по поводу рейндж ровера вот я шучу, шучу, Славу троллю про коленвал и прочее, прочее Слава с момента покупки на рейнже проехала примерно 20 тысяч километров и самое главное ребят, за все это время он так и не сломался то есть те поломки, которые я в обзоре говорил потек стабилизатор плюс, это даже не поломка, когда мы возили его на экваторе когда у нас метка заглючила это мой косяк, я должен был как диагност увидеть это кроме вот этих вещей за последний год, наверное рейндж ровер не сломался ни разу, а мы ездим на нем каждый день славно им каждый день ездить, плюс на съемки мы часто ездим это, к слову, о надежности рейндж ровера и о ненадежности Фаэтона который даже 200 метров проехать не сможет, чтобы не засветить новую лампочку а сейчас будет сцена после титров где вы перенесетесь примерно на месяц назад когда мы снимали обзор на мотик и вы увидите, что, во-первых, мы снимали его не в автобусном парке как некоторые люди говорили, это вообще какая-то люди писали вы что там в автобусном парке снимаете что ли подбор автобусов и потом кто-то писал даже, я знаю этот парк ребят, это здесь было снято и вот сейчас у вас будет как раз отсылка где вы увидите, что когда мы снимали мотик этот Фаэтон уже стоял здесь все, пока я поехал у нас получается, мы только что сняли концовку видео про мотик и вот вам концовка про видео про Фаэтон то есть, как вы понимаете, ролики снимаются не совсем так, как выходит традиционно, надо же еще не забыть вставить обязательно рекламу в последнее время это стало действительно традицией мы открываем отдел маркетинга поэтому ищем сильных маркетологов и СММщиков и вообще в принципе маркетологов там любых и так далее внизу под видео будет ссылка переходите, заполняйте форму и соответственно общайтесь занимается этим всем Серега и как бы если у вас есть что-то какие-то если вы супер какой-то спец в маркетинге и так далее ребят, мы будем вам рады и речь идет не про поиск компании по маркетингу нет, мы открываем собственный отдел то есть нам нужны люди в штат в этом большая разница если у вас компания маркетинговое агентство смысла нет писать терять время спасибо пишите только те, кто хочет работать и кто является маркетологом вот а также еще блин, у нас сегодня просто какой-то какой-то набор сотрудников какой-то HR-видео сегодня как раз Фаэтон самое то видео чтобы говорить про HR еще также мы нуждаемся в новом операторе нам нужен оператор поэтому если вы снимаете видео любите этим заниматься пишите точно так же будет внизу форма заполняйте и вперед из песней мы будем рады пробег елки-моталки те кто подписан на инсту и на вк знают я уже снимал видос про пробег вы посмотрите на пробег это совпадение что сейчас он такой вот буквально на днях стукнуло 70 тысяч а сейчас смотри 7-0-0-0-7 почти как агент 0-0-7 так вот я недорассказал историю поэтому мы дописываем это отдельно так вот почему же я все-таки по итогу езжу на черке почему я все-таки на него сел именно потому что после езды на Фаэтоне я понял что хочу ездить на крутой машине и искал искал вариант и даже Фаэтона искал в продаже офигеть он дымит вот не нашел живого и поэтому решил что надо выгонять черка и ездить на нем короче по итогу из-за этого Фаэтона я езжу на черке а не на лансере а лансер кстати Андрюха вон уже там наполировал весь почти в идеал привел такая история ой ну что ты брат опять пищишь дружить то будем блин пожалуйста не надо пищать давай не будем да я по нормальному общаюсь с тобой ну что ты шхлюсел батарейлир а села батарейка в ключе понятно шхлюсер что такое шхлюсер рейфин так гурт ангелен а анлиген сейчас немецкий выучу так гурт анген рейфендрук контролле аус хорошо хорошо